вот так на остановке в канаде расписан маршрут каждого номера автобуса вот 16 маршрут как он идет вы можете посмотреть 15 маршрут здесь перечень всех маршрутов которые останавливаются сегодня достаточно пасмурно и на улице сейчас время 1534 9 градусов вот здесь рядом со мной находится украинский центр оса редак называется здесь украинский флаг и флаг канады это также центр помощи украинцам здесь есть красный светофор и не зеленый но не светофора человечек и он не зеленый а практически белый он почти белый вот только на такой значок можно переходить вот так выглядит винипех в апреле вот так выглядит канада в апреле ни одного зеленого деревца ряд с макаронами спагетти вот есть даже барила в канаде наша любимая бантики 247 взяли большую упаковку с твердых сортов и спагетти можно вот такой соус посмотреть мы как всегда шопимся в канадских магазинах масло кукурузное 8 долларов кокосовая это то на котором можно готовить органик 397 есть масло авокадо 11 долларов 12 почти масло виноградной косточки здесь чесночное масло перечная большой выбор майонез хелландс 627 и море различных соусов соусы здесь очень любят такой джек дэнис это острый наверное я уже дома каждый день делаем какие-то покупки докупаем что необходимо взяли вот такой салатник миску 4 доллара для салата для всего подойдет на кухне мне как раз такого не хватало это муж берет чищевицу ребенок попросил макароны взяли макароны с твердых сортов говорит мы уже очень давно ели макароны поэтому сделаю он у меня очень любит сладкие макароны приготовим и взяли также спагетти с твердых сортов я взяла форму для выпечки сегодня будем пробовать духовку и спробуем как она работает испечем что-нибудь домашнее здесь две штуки две одноразовые формы за доллар пятьдесят взяли помидоры это розовые сливки кстати очень хорошая в волмарт покупаем и семя льна это тоже муж покупает он его добавляет всюду придерживается правильного питания я взяла такой ковш для измерения объема на кухне это очень нужная вещь мне его не хватало тоже доллар пятьдесят это все покупали в долларами такие вещи там очень хорошие цены яйца идут здесь в основном всегда по 12 штук цены разные вот эти пять долларов за упаковку вот такую закупочку мы сегодня сделали вот здесь находится outlet где собраны все бренды winner кстати очень популярный магазин в канаде это типа бойнер в турции здесь тоже собраны все бренды и рядом жилые дома жилой комплекс новый вот такие домики в канаде квартиры небольшие обычные стандартной планировки кухня-студия везде и вот такой маленький балкончик такой красивый торговый центр я сейчас гуляю это торговый центр называется outlet находится он почти на окраине города но здесь собраны все бренды все магазины и есть магазины где всегда очень большие скидки симпатичная сумочка замшевая без это не замши как велюр тканевая я сейчас магазине гэп и здесь вот специальная стойка где вывесили товар со скидками кофты худи толстовки на молнии обычные с капюшоном с большой выбор но скидка небольшая такая кофта была 60 долларов сейчас 45 цвета разные есть выбрать можно то же самое 45 долларов сейчас со скидкой можно подобрать костюм брюки были 55 долларов а сейчас 30 но гэп не бывает больших скидок у них вот такие вот скидки незначительные можно сказать но все равно мелочь но приятно костюм можно подобрать футболки гэп у нас здесь сейчас по 9 и по 12 долларов женские по 9 мужские по 12 костюмы можно подобрать разных цветов и коричневые и желтые яркие выбор конечно шикарный я сейчас магазине скетчерс показываю свои самые любимые шлепанцы очень классная модель у меня таких шлепанцев износило наверное пары 3 причем в анталии я искала я их найти не смогла чтобы купить и здесь их большой выбор 40 50 и 60 долларов такие шлепанцы зависимости от модели очень удобная очень комфортная здесь такая классная мягкая подошва стелька удобная чем нога отдыхает особенно летом жаркий климат эти шлепанцы то что нужно очень хорошая модель сейчас будем испытывать испробовать канадскую духовку как она работает здесь вот выставляются градусы причем здесь градус стоят ференгейтах нужно переводить в цельсия чтобы выставить 200 градусов духовку мне нужно ставить 405 это получается 200 градусов оставляется время и сейчас будем что-то выпекать решили сегодня попробовать испечь самое быстрое простое пирог с яблоками ставим в духовку и посмотрим как она работает как выпекает и вот уже похоже наш пирог готов поднялся очень равномерно сверху румяная корочка сейчас будем пробовать духовка разогрелась очень быстро не нужно было предварительно разогревать и тепло идет очень равномерно хорошо выпекся с двух сторон и снизу сверху пирог получился очень очень классный так что духовку мы испытали работает отлично ну а мы садимся пить чай приятного нам аппетита и всем кто вместе с нами кушает